Друзья мои, сегодня я хотел бы поднять самый важный такой вопрос, который есть в мире. Это вопрос о единстве. Сегодня нарушается единство очень сильно. Мы видим это в семьях. Есть много проблем, трудностей в этом вопросе. Разрушаются и отношения с детьми. Даже с внуками, бабушкой и дедушкой не находят общего. Единство сегодня имеет большие проблемы в том, что нету их в семьях, в церквях, поэтому мы будем открывать эту тему, беседой, рассуждая об этом важном вопросе, который есть сегодня у нас. Мир вам, братья и сестры. Несколько дней подряд мне с моей женой приходится, и это в радость для меня, жить моих родственников. У них несколько детей, Бог их благословил. Есть маленький такой человечек. Она умеет говорить только одно слово. Вы знаете, какое. И с помощью этого слова, я удивляюсь, наблюдая несколько дней, она решает все вопросы. Если ей нужно, она повторяет это слово несколько раз. Все люди понимают ее, и она прекрасно живет. Друзья мои, я задал себе вопрос. Мы с вами тоже знаем много слов о нашем Господе. Иногда мы многое не понимаем, не знаем, но я знаю, как мой Бог. И я знаю и уверен, что вы это знаете, как Он прекрасно нас слышит. Когда мы говорим, Господи, я люблю Тебя, много не понимаем, но люблю Тебя. Я стараюсь жить так, как учишь Ты. И то, что Ты меня научаешь в Слове Своем, я стараюсь исполнить. Ну, многого не понимаю. Друзья мои, сегодня несколько я хотел бы вместе с вами поговорить, на одну важную тему, очень важную для себя и для каждого из нас. Живя на земле 33 с лишним года, наш Иисус Христос, будучи еще молодым мужчиной, знал, что Он уйдет с этой земли. И у него оставалось 11 чеченков. Вы помните, что один из них предал, это был 12-й. И рассуждая, наверное, о ихней будущности, Иисус Христос, вероятно, мог хорошо позаботиться о них. Мы с вами, живя на земле, заботимся о наших детях. Мы говорим с братом, вот о внуке. Мы стараемся что-то им дать, ну, выучить их, вложить в ихний, может быть, бизнес, ну, купить им машину, корову, я не знаю, но каждый на своем возможности что-то старается для них сделать. Это, вероятно, правильно. Почему? Мы беспокоимся о нашем наследии. Наследие нашего Господа Иисуса Христа было 11 учеников. Небольшая группа людей. Конечно же, наш Господь мог оставить им, может быть, пару заводов, пару банков, я не знаю, мешок золота. Что-то Он мог побеспокоиться, ведь это был Бог. Друзья мои, как вы думаете, за что переживал Иисус Христос, зная, что через несколько времени Он уйдет от них? Что было важно для Него? И мы с вами об этом прочитаем в Слове Божьем. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна с 18 главы. Вы знаете, наизусть эти стихи. Будем читать с 21 стиха. Иоанна 17, 21. «Да будут все едины, как ты, Отче, во мне и я в тебе. Так и они да будут нас едины. Да уверуют мир, что ты послал меня. И славу, которую ты дал мне, я дал им. Да будут едины, как мы едины. Я в них, и ты во мне. Да будут совершенно воедино. И да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Друзья мои, братья и сестры, дорогая церковь. Сегодня против единства направлены все силы тьмы. Заметьте, вы, наверное, читаете статистику, которая дается нам о последних вот жизнях, что мы живем. Мы живем в Виннице, в Киеве, вы живете здесь, в Одессе. Я смотрю уже и 100%, в другой раз 80% разводов за год в некоторых областях. Мы удивляемся, как, почему. Мы смотрим, еще проблема есть не только в семьях, проблема есть и в церквях. Нарушается единство. Уходя с этой земли, наш Господь ни за что не переживал. Он знал, что Бог благословит их, даст им все нужно для их жизни. Сегодня мы слышали из вопроса сочетания, тоже были нам ответы даны. Но одно важно было для Господа, чтобы было у них единство. Друзья мои, несколько мы посмотрим с вами проблемы, которые были раньше, которые люди жили, и дают нам сегодня примеры, почему и в чем причины, нарушение единства. И хочет ли враг видеть единство у нас? Это тоже вопрос. Ну, заинтересован ли, чтобы у нас было единство он или нет? Откроем Первое Царство, посмотрим из Ветхого Завета одно из событий, то, что переживал еврейский народ. Четвертая глава Первое Царство, пятого стиха, читаем такое Слово Божие. И когда прибыл Ковчег с Завета Господня в стан, весь Израиль поднял такой сильный крик, что земля стонала. И услышали филистимляне шум восклицаний и сказали, отчего такие громкие восклицания в стане евреев? И узнали, что Ковчег Господень прибыл в стан. И устрашилось филистимляне, ибо сказали, Бог тот пришел к ним в стан и сказали, горе нам, ибо не бывало подобного ни вчера, ни третьего дня. Горе нам, кто избавит нас от руки этого сильного Бога. Это тот Бог, который поразил египтян всякими казнями в пустыне. Вы вспоминаете это событие, связанное с еврейским народом. Я хочу задать вопрос. Имели ли поражение или победу израильский народ в этой сражении с филистимлянами? Как вы, вспоминая, можете дать ответ или нет? Ну, кто-то может дать, сказать да, кто-то нет. Друзья мои, прочитайте Слово Божие. Великое поражение было израильского народа. Вопрос, почему? Все было предусмотрено. Двенадцать колен собрано. Был взят Бог, ну, в каком-то виде, в этом бларце. Или, как мы можем сказать, в стене, это, ну, какой-то сундучок был своего рода. Это все было предусмотрено. Мы знаем, что даже Ильий умер, потому что был забран этот ковчег на сражение. И вдруг поражение. В чем проблема? Единство было, вроде бы все было собрано. В чем же была суть и корень проблемы израильского народа в данном моменте ихней жизни? Слово Божие, как правило, всегда задает вопрос, но всегда на него и отвечает. Давайте мы с вами посмотрим дальше. Первое царство, седьмая глава, прочитаем со второго стиха. С того дня, как остался ковчег в Каримариме, пришло много времени, лет двадцать. И обратился весь дом Израилев к Господу. Друзья мои, что была самая трудная такая проблема, которая находилась в тот момент в израильском народе? Люди были вдалеки от Господа. Сегодня мы, наверное, заметили с вами, и вы, и не знаю, вот проезжая по Украине, как привезут какую-то вещь в церковь. И люди идут, икону, святые мощи, ну, плащаницу, что-нибудь. Друзья мои, целое паломничество. Люди видят в этом Бога. Говорят, это дает исцеление, это дает, ну, какую-то благодать и много чего остального. Друзья мои, израильский народ имел самый великий ковчег Божий. Он не ушел оттуда. Нет, нет, нет. Мы знаем с вами, что он потом переходил несколько городов в Селестимских, и Бог наказывал через ковчег Божий тех людей, которые забрали его, потому что он там пребывал. Но на данном моменте он не хотел давать ту силу для израильского народа. Почему? Мы читаем дальше. «И сказал Самуил всему дому Израилеву, говоря, «Если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалите из среды себя боговы наземных и остарт, и расположите сердце ваше к Господу, и служите ему одному, и он избавит вас от руки филосимлян». И так, оказывается, еврейский народ внешне поклонялся, религия была Богу, но вообще они служили совершенно другим богам. Единство с живым Богом, тот, который и в Египте, и в других местах помогал им, который шел с ними вместе, они уже ему не молились. Они молились совершенно другим богам – Астартам, Ваалам и всевозможным божествам, которые были в язычниках. Друзья мои, что я хотел бы сказать сегодня? Мы можем сказать, ну, а сегодня же нету Ваала, Астарт, сегодня мы не поклоняемся тем божествам, которые поклонялись люди. Так ли это? Мы хотим иметь единство с Господом, но у нас в другой раз его не получается. Друзья мои, да, дьявол поменял сегодня богов для людей, и люди поменяли их на что-то другое. Я приведу несколько примеров. Пришел я к одному брату, у него несколько детей, и он мне говорит, ты знаешь, я выбросил телевизор из своего дома, у меня нет телевизора. Я говорю, Господи, а у меня есть. Слушайте, это ж ты правильно сделал, ты молодец, ты сильно поступил. Мы беседовали несколько времени, минут, наверное, 40 с ним. Когда мы проходили, то его сын сидел за компьютером и что-то там играл. Мы прошло 40 минут, может быть, чуть больше, мы возвращаемся, этот молодой человек, которому 12 лет, опять дальше играет на этом компьютере. Я думаю, ну, посмотрю, что ж там такое. Не очень понимаю в компьютерах, кроме там почту отослать и принять. Посмотрел, убивает, стреляет, люди добрые, крови, море. Этот человек не тревогает. Его не интересует футбол, волейбол и что-нибудь остальное. Его интересует вот что-то сделать такое. Я говорю, Бран, дорогой, выбрось компьютер, купи телевизор. Друзья мои, такого есть. Люди поклоняются этим богам сегодня. Вы знаете, есть игроманы, они поклоняются. Люди все выносят со своего дома. Это есть. Люди служат этим богам. Я не буду перечислять много. Есть богам, люди поклоняются деньгам. Есть в своей внешности поклоняются. Они забывают своих детей. Все на первом месте. Это только и этого человека я. Друзья мои, это поклонение не богам. Люди поклоняются сегодня и своим детям, и своим внукам. Вы будете смеяться, но это факт. Мы недавно пришли с одним из деканов посетить одну семью. Женщины не было давно дома. Она уже бабушка. Несколько не было служений в собрании. Мы пришли посетить их дома. Когда мы зашли, спрашиваем, сестра, а почему вас не было в собрании? Ну, как почему? Я пустила своих внуков. Вот, я не могу пойти в собрание. Ну, мы говорим, хорошо, слава Господу. Если мы пускаем своих внуков, своих детей, пускаем где-то в собрание, не знаю, на свадьбу, на какие-то мероприятия чудесные. Мы говорим, вы хорошо сделали. Но вы послали, куда их? Наверное, на христианское какое-то мероприятие. Сестра склонила голову и заплакала. Друзья мои, мы иногда ставим вот такие моменты. Она пустила своих детей, в принципе, в мир. Пустила их там, где нехорошие дела делают. В это время она могла молиться Господу за своих детей. Мы знаем, что написано в Слове Божьем, что я не принес мир. Вы помните, Господь сказал? Это для этого говорится. Когда мы Господа ставим на первое место, а все остальное – это уже второе. Друзья мои, избран Господь. Мы избираем этих богов и сегодня, и, конечно же, нарушается единство. Следующий момент. Радуется ли враг, когда в нас есть единство? Радовались ли филостемляне, когда они услышали, что евреи начали просить прощения Господа, что евреи просто-просто оставили всех богов, что евреи объединились как 12 колен? Какая, наверное, радость у них была у филостемлян? Далеко не так. Враг не хочет, чтобы у нас было единство. Он примет все силы, чтобы это единство было нарушено, чтобы покой мира не было в наших семьях и в церквях, и в обществе, в котором мы с вами находимся. Смотрите, что пишет Слово Божие. Седьмой стих этой же главы. «Когда же услышали филостемляне, что собрали сыны Израиля в массиву, тогда пошли владетели филостеминские на Израиля. Израильтяне, услышав о том, убоялись филостемлян». Заметьте, сразу все пять городов объединились, так говорит история, там были армии, и пошли воевать с еврейским народом. Друзья мои, конечно же, страх присущ, когда мы имеем единство. Страх есть. Это свойственно всем людям. Евреи, не имея ничего, оружия не имея путевого, для войны, конечно же, они убоялись. Друзья мои, заметьте, когда мы имеем единство, страх, я говорю, что это присуще, так говорит нам Слово Божие, но Господь всегда, когда есть единство, будет поборать за нас. Вот что вопрос. Каким способом, как, какие варианты у Него будут, мы не знаем. Сестры, вспомните книгу Исфирь, да? Помните момент, когда был дан указ, все продумано одним человеком, задумано и посланы были посланники для того, чтобы уничтожить всех евреев на земле, в той местности, где было это царство. Интересный вопрос. Что можно было еще сделать для того, чтобы что-то как-то поменять? Но есть наш Бог. Друзья мои, есть та сила, которая все может поменять. Бог просто не дал одну ночь царю сна. Всего лишь навсего. Царь подумал, взял книжку, прочитали, и все поменялось вспять. Это наш Бог. Нужно заметить, что наш Бог все может сделать. Здесь написано, что Он кидал громы, в другом месте написано, кидал камни, в третьем написано, такой дождь пошел, что все колесницы были потоплены в болоте. Друзья мои, это Бог. У Него есть миллионы вариантов, чтобы помочь нам, когда мы стоим в единстве, когда наши семьи крепкие пред Господом, когда наши церкви мощны, как монолит. Бог будет поборать за нами. Апостол Павел, растуждая над этим вопросом, наверное, задавал себе вопрос. И мы с вами задаем вопрос, почему иногда не удается иметь единство? В чем причина? И Он отвечает, можете открыть, посмотреть. Сейчас мы проверим несколько, вкратце, пять моментов. Если у вас нет, то вы скажете, Господи, слава тебе, нет этого у меня, я на это не буду обращать внимания. Но если есть, возможно, придется покаяться в некоторых моментах. К эфесянам, откройте 4 глава, мы прочитаем с вами причины, почему иногда у нас в семьях, в церквях, и в нашем обществе нет единства. 25 стих читаем, 4 глава к эфесянам. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждой ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Братья, мои сестры, скажите, на земле люди обманывают или нет? Обманывают. А верующие? Не слышу. Ну, тоже. Один раз я вышел в своей церкви, одна сестра есть, она бывшая учительница, сейчас на пенсии. Мы говорили на этот вопрос о лжи. И я спрашиваю ее, а как вы считаете, верующие люди обманывают или нет? Мне понравился ее ответ. Она подумала, говорит, не, кажуть святу брехню. Знаете, ну, такой ответ правильный вроде. Хочу сказать, что отец лжи, представьте, какой умный, от Адама и Евы, от первых людей, имеет огромный опыт обмана. И вот эта ложь, она везде объемнет людей. Отец, профессионал, лжи. Казалось бы, ну, и верующим людям даже не пристойно обманывать, но, к сожалению, это бывает. Пару примеров. Сестры, вы ходите в магазин или нет? Когда вы пришли в магазин, вы что-то купили, и муж спрашивает, сколько растратило? И вы, конечно же, скажете чуть-чуть правду. Ну как, если правду сказать, больше в магазин может не пустить. Друзья мои, это называется, Слово Божие, прочитайте, ложь во имя мира. Такая ложь даже есть. Ну, чтобы был мир в семье, потом я скажу. Братья, вы не удивляетесь, а вы в автомагазины приходите или нет? И вы покупаете там запчасти, помните, да? Если бы жена спросила, сколько стоит, много бы машин уже здесь не стояло бы даже. Друзья мои, это факт. Это наша с вами жизнь. И мы немножко опять занижаем. Мы еще лжи, к сожалению, учим своих детей профессионально. Вы можете вспомнить свои примеры. Один пример последний. Звоню одному брату. Его зовут Анатолий, нету такого секрета. Анатолий, хотел я просто иметь встречу, вопросы были у меня. И звоню ему. Его дочка, 11 лет ей было тогда, берет трубку, и я говорю, Павел Иванович, пожалуйста, позови папу. Она кричит, папа, ты для Павла Ивановича дома есть или тебя нет? Это я слышу в трубку. Профессионально мы учим свои, мы даже не задумываемся о том, что это мы делаем. Друзья мои, это ошибка наша. Вспомните тысячи примеров, которые есть у нас. Мы обещаем детям, придем вовремя, они вовремя, мы их обманываем. Это нормально, это вроде бы образ жизни, но они в нас перенимают, как промокажечка, и это в своей жизни делают, еще более профессионально. Друзья мои, заметьте, Господь говорит, это важно, посему отвергнув ложь. Божьему народу, семьям нашим не присуща ложь. Нужно говорить правду, пусть горько, и мы своих детей, когда воспитываем, хотим, чтобы они нам сказали правду. Пусть он что? Ну, чтобы правда была. Друзья мои, это важный вопрос. Единство всегда будет нарушено, когда, простите, в нашей семье есть ложь. Второй момент. Читаем 26 стих. Гневаясь, не согрешайте. Скажите, пожалуйста, гнев это грех? А наш Бог гневается или нет? Прочитайте. Десятки, сотни мест, что Бог гневается. Еще Библия говорит, что гнев его справедлив. Почему? Он святой, а мы грешны. И если сейчас задать вопрос, любит ли нас Бог? Каждый скажет, любит. Вопрос за что? Мы же грешники, да. Он нас любит. Посредством чего? Если Бог здесь, а мы с вами внизу, как люди, то посредник есть наш Господь Иисус Христос, который взял наши грехи, пригвозил на кресте, и мы имеем спасение и жизнь вечную только в личности Иисуса Христа. Как та девочка говорит, мама, так мы говорим, наш Господь. Друзья мои, это важный вопрос. И Господь гневается справедливо. Но мы с вами, нарушая наше единство, дальше написано, солнце да не зайдет во гневе, который мы с вами имеем, потому что Господь знает, что он присущ человеку нашей с вами. Солнышко, только это преобразно говорится, мы должны попросить прощения. Никогда спичка, которую мы с вами запалили, не сделает больших проблем, если мы ее потушили. Но если мы ее не потушили, будет большой пожар. Третий момент. Кто крал, пред не кради, а лучше трудясь, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Не всегда мы с этого места с вами говорим о воровстве. Скажите, крали или не крадут? Ну, раньше все брали, добирали, в колхозах, в городах, на заводах. Кто постарше помнит этот момент? И это нормально было. Когда я женился в селе Климбовка Винницкого района, брал себе там жену, и мы пришли с ней поздно вечером. Это было больше 11 часов вечера, уже темно было. И мой папа смеется. Тест мой, он еще был жив. Я говорю, тату, что вы смеетесь? Он говорит, дело в том, что с собаки все гавкают. Я говорю, ну и что? Да ж вы без мешка ишли. Если бы с мешком, они бы не гавкали. Знаете, настолько в селе привыкли даже собаки. Люди так жили. И вы вспоминаете это время. Это вроде нормально было. Но мы можем перевести на наш момент, в нашей жизни, когда мы дома, что-то у кого-то как-то, простите, бывает и в церкви, что-то, ну какие-то моменты бывают. У брата и сестры, с сестры и у брата. Это мелочь кажется. Но если оно вскрывается, единство никогда не будет. Храни нас Бог в этом. Дальше читаем с вами 29 стих. Никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших, а только доброе, для назидания веры, дабы оно доставляло благодать слушающим. Друзья мои, как вы понимаете, наш язык всегда делает единство или нет? Не всегда. Сестры машины головы, не всегда. Поэтому Господь говорит, даже никакое гнилое слово мы не можем, не должны, не обязаны, и вообще-то нужно забыть, не исходит из наших уст. Сложно, трудно понимать, потому что, ну как бы в гневе не бывает милости, так люди говорят. Но Господь говорит, если мы хотим иметь единство, наш язык должен быть под контролем. Мало того, Слово Божие говорит, дабы оно доставляло благодать слушающим, окружающим людям приносило пользу. Вот так Господь хочет видеть нас язык. То, что Бог дал нам самое прекрасное, чтобы мы благословляли людей, утверждали наши семьи, наших деток, не всегда они будут нас слушаться, но такие они есть, какие нам да подарил их Господь. Следующий момент и последний. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, который вы запечатлены в день искупления. Важный вопрос. Вот эти моменты, пять, которых мы перечислили, оскорбляет Духа Святого. Оказывается, если мы это допускаем в своей жизни, единство будет с Господом очень далеким. Мы, как Дух Святой, мы знаем, это есть Бог, единица и поставь Бога, Дух Святой. Мы нарушаем с Ним отношения. Храни нас, Господь, от этого. Итак, мы с вами сегодня говорили о важных моменте, о единстве. Господь сказал это Иоанна в 17 главе 21 стихом. Да будут все едины, как ты, отчего мне, и я в тебе. Так и они да будут нас едины. Да уверует мир, что ты послал меня. Никогда не будем забывать, если мы с вами имеем единство, мир уверует. Друзья, это важный вопрос. То есть люди, видя наше единство в Боге, с Богом, в отношениях, в жизни нашей, уверуют мир и придет мир к Господу. На этом примере, на своем примере Иисус Христос показал, что они едины в Боге, в Иисусе Христе и в Духе Святом. И Он хочет это единство видеть в нас с вами. Пусть Господь благословит нас, наши семьи, церкви наши, чтобы мы это единство имели и прошли по всем нашей жизни. Сколько Бог определит жить нам на этой земле, чтобы мы это единство пронесли. И имя Бога в этом прославилось. Отца, Сына, Святого Духа. Аминь. Закончилось богослужение. Я надеюсь, каждый из присутствующих мог получить нечто ценное для себя. Все мы находимся на пути к вечности. В определенный момент она откроет свою дверь перед нами, и мы войдем в нее. чтобы войти достаточно несколько минут. А чтобы подготовиться к вечности, требуется много времени, требуется вся наша жизнь. Самые искренние пожелания вам, дорогие телезрители, находить время для себя, для своей бессмертной души, для размышления о драгоценных истинах Господа нашего Иисуса Христа. Божьих благословений вам на пути подготовки к вечности.